В Чебоксарах четвертый год реализуется проект «Открытый город». Любой желающий может прийти на встречу с представителем органов власти и задать волнующие вопросы. Чаще всего оказывается так, что тема, которая не дает покоя вам, актуальна и для многих других. Недобросовестная работа управляющих компаний, не всегда удобные маршруты общественного транспорта, очереди, вопросы безопасности, порой количество тем зашкаливает. Поэтому мы решили рассказать о них в эфире и пригласить вас к обсуждению. Вместе легче принять верное решение. Открытый город всегда набирает полные залы. А в первую в этом году встречу с главой администрации Алексеем Ладоковым собралось более 800 участников. Первым делом сити-менеджер отчитался о проделанной работе. Несмотря на вызванную внешнеполитическими факторами сложную ситуацию в экономике страны, 2015 год для столицы Чувашской республики по многим показателям стал годом стабильного развития. Мы работали по 12 жизненно важным муниципальным программам. Особое внимание уделяли реализации проектов в сфере культуры, образования, туризма, общественной безопасности, капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства дворовых территорий, модернизации работы городского транспорта, переселения граждан из аварийного жилья, энергосбережения и протоизмещения. Нужно отметить, что на начало 2016 года численность населения города составила 490 тысяч человек. В 2011 году к сравнению численность была 470 человек, то есть практически за 5 лет на 20 тысяч человек численность города выросла. Ну а прирост за 2015 год составил 2750 человек. Бюджет города по итогам 2015 года исполнен по доходам в сумме 8 миллиардов 408 миллионов рублей, по расходам в сумме 8 миллионов 567 миллионов рублей. 60% средств направляется на социальную сферу, образование, культуру, спорт. На 2016 год доходы к бюджету утверждены в сумме 6 миллиардов 714 миллионов рублей, расходы 7 миллиардов 10 миллионов. При расчете бюджетных расходов в приоритете исполнения всех взятых на себя социальных обязательств, в первую очередь это заработная плата, социальные пособия. Что касается управления муниципальным имуществом 2015 года, подчеркну, что это принесло нам 196 миллионов рублей в доходную часть бюджета, а добросовестная конкуренция, открытые торги позволили сэкономить более 350 миллионов рублей в бюджетных средствах. В национальном рейтинге прозрачность закупок город Чебоксар входит в категорию «высокая прозрачность». Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2015 году составляет 0,74%, численность безработных на конец ноября-начале декабря прошлого года составила 2248 человек. Среднемесячная номинальная зарплата по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства за прошлый год, составила около 25 тысяч рублей, или 103% к соответствующему периоду 2014 года. Вагнар, мне слышится, дом. Просто сейчас у нас по проблеме вот этого дома, мы, кстати, судимся сейчас, в Верховном Суде. Проблема в том, что администрация города ссылается на то, что нет денег. А как быть нам? Кто нас обманул, мы не понимаем. Почему мы не вошли в программу, хотя даже вот мы нанимали сейчас экспертов независимых, да, экспертов. Вот они сказали, что наш дом в моменты самый, ну, самый страшный, самый плохой. А как быть нам, мы не знаем, потому что нам говорят, нас хотят расселить в старое общежитие, которое в бывшей академии имени Лебедевна Гражданск, 54. Зачем нам расселять, ну, нам туда идти, если мы знаем, этот дом тоже уже давно аварийный. На территории Ленинского района еще около 20 аварийных домов, которые не вошли в программу расселения из ветхого аварийного жилья 2013-2017 год. Но ваш дом как раз из этого количества. Для нас сегодня задача переселить те дома, которые стоят в программе, выделены средства с федерального, республиканского и городского бюджета. Буквально вчера я читал интервью министр строительства Российской Федерации, где он говорит, что уже сегодня выстраивается механизм определения расселения граждан из аварийного жилья на второй этап. То есть те дома, которые были призваны аварийными после 2012 года. Если ваш дом будет находиться в крайне тяжелом состоянии, мы вынуждены будем вас расселить в юго-западный район, в помещение лице Лебедева, то, что вы сказали. Если нет, пока нужно подождать. Мы решили лично отправиться в дом номер 6 по улице Богдана Хмельницкого, чтобы разобраться в ситуации. Здание 30-го года постройки. Когда-то здесь была школа для детей с нарушением слуха и речи. В начале 2000-х классы переделали в комнаты и отдали жилплощадь работникам ЖКХ. Сегодня это место слава похоже на то, где могут жить люди. Когда я уже переехала сюда жить, уже говорят, что все, сносят уже все. И это, переедем. Все приостановились, затихли, ждут, все ждали. То есть вы думали, что попали в аварийную программу? Да, 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 потому что жилье такое старое. Думали, попали. Думаю, администрация включит нас, а получается, нет, остались. Программа переселения граждан из аварийного жилья действует с 2013 по 2017 год. За это время в республике должны быть переселены жильцы тех домов, что признаны аварийными до 2012 года. На 1 января 2013 года по техническому состоянию к аварийному жилищному фонду было отнесено 84 600 квадратных метров, что составляло почти 1% от всего имеющегося жилищного фонда, где проживало 6 964 человек. Наибольшее количество аварийного жилищного фонда в городе Чебоксары было расположено в микрорайоне Богданка – 39,5% и на южном поселке – 18,1%. В основном это здания постройки 1938-1958 годов с физическим износом 65-75%, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья, морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные. Согласно подпрограмме переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары, с 2014 по 2017 год планировалось переселить из ветхого жилья 6 947 человек. На сегодня для них построено и приобретено 265 благоустроенных квартир. Дом номер 6 в эту программу не вошел. Возможно, 6 лет назад его состояние не было таким плачевным. Вопрос один. Кто тогда ввел жильцов в заблуждение и пообещал им переезд? Управляющая компания? Откуда появился слух, никто уже и вспомнить не может. Сейчас, как вы, может быть, уже знаете, в январе этого года утверждена стратегия развития ЖКХ до 2020 года. В том числе будет разрабатываться следующая программа, но механизм, как будет предоставляться жилье взамен аварийного, пока еще не разработан. Глава Министровья России Михаил Мень пообещал, что до конца года это будет решение принято. После 2012 года по городу Чебоксары признаны 8 домов. Из них один уже снесен, Петрова 9, и остается 7 домов еще. Среди которых и номер 6 по Богдану Хмельницкого. Жители пытаются провести какой-то ремонт, латают дыры монтажной пеной, меняют электропроводку, забивают фанерой потолок, чтобы не осыпался на чью-нибудь голову. Самостоятельно даже провели себе в комнаты водопровод. А почему вы специалистов не привлекли? Если вы как специалистов, да, вы говорите так, у нас вот туалеты. Мы из ЖКХ вызываем, они же не приходят, не делают. Сантехнические дела даже не это. Не делают там. То есть вы вызываете, а сантехник не приходит по вызову? Нет, конечно. Они же видят, что у нас там 4 туалета должны работать. Там у нас всего один туалет работает и все. И снова вопрос. Где в этот момент управляющая компания «Богданка», которая обслуживает этот дом? Хотя до приезда нашей съемочной группы в коридоре первого этажа меняли половые доски. Вот только не на новые, а судя по цвету, на такие же старые. На этой неделе мы попробуем сейчас вот трубы устранить. Ну, себе, каждый себе провели. Но у кого-то там стиральная машина подключена и прошен подпол. И все полы гниют. Там года два назад все полы поменяли. Сейчас опять все гнили. По штукатурке, по ремонту, там, косметического ремонта мы сейчас будем выходить в город с письмом по выделению денег. Потому что этот дом полностью, он муниципальный. После того, как дом признали аварийным, администрация города утвердила контрольный срок его переселения. 31 декабря 2018 года. Сразу после того, как расселят дома, признанные аварийными до 2012 года. Но люди не согласились ждать так долго и подали заявление в прокуратуру, которое в интересах жителей вышло в суд. На самом деле, жителям этого дома неоднократно было предложено переселиться в маневренный фонд. У нас по гражданскому 54 располагаются помещения такие свободные, в том числе есть. С жителями жители отказались. Также был им предложен такой вариант, как по аналогии с жителями Петрова-9. То есть город берет на себя обязательства городского предприятия ГУКС о строительстве дома на их месте. То есть до этого момента они также проживают в маневрном фонде. На месте их старого дома строится новый дом. К сожалению, жители тоже на этот вариант почему-то не пошли. Маневренный фонд в Чебоксарах представлен бывшим общежитием лицея имени Лебедева. Там уже живут горожане, жители аварийного дома номер 9 по улице Петрова. К их заселению администрация провела косметический ремонт. Заменила розетки, электропроводку, подготовила кухни и санузлы, чтобы помещения удовлетворяли требованиям временного жилфонда. У нас на Петрову не лучшие условия были. Там у нас вообще потолки сыпались, и стены все уже. Ладно, вот знаете, благодаря, что дом разрушился, мне кажется, мы бы там никогда не получили больше жилье. А это все-таки благодаря, что у нас дом разрушился, так мы все-таки получим уже более-менее такую же комнату. Уж новую. Мы и не надеялись, что у нас это самое будет другое жилье. На Петрову у нас вообще было 12 квадратных метров. А, два раза больше. Да, у меня еще три сына. Ой, а как вы жили здесь? Ну, а мы вот жили все в одной комнате. Ну, сейчас вот они у меня трое в другой комнате живут, я здесь. Площадь в 6 квадратов минимально возможная на человека во временном жилище. Семейным положено площадь побольше. Сегодня здесь тепло, чисто. Содержанием жилья занимается управляющая компания «Центральная». Когда люди остаются без крыши над головой, такой вариант не самое худшее решение. А постояльцам Богдана Хмельницкого, 6, все еще предстоит решить, действительно ли они поменяют шило на мыло, если выберут один из двух вариантов, предложенных администрацией. Какой-либо третий сценарий разыграть вряд ли удастся. В жилых домах разливайки. Когда будет принято постановление о закрытии? Потому что в нашем доме находится пивная кружка, так называемая, да, выхода со двора в армию на улицу. Постоянно загаживается там. Вот. Через двор в школу 20-е. Вот такие разливайки открываются, получая лицензию. Мы все говорим о развитии бизнеса. Поэтому сегодня процедура получения разрешительных документов значительно сокращена и упрощена. Предприниматель, который хочет открыть кафе, получает лицензию на площадь не менее 50 квадратных метров при подготовке определенных документов. В том числе и разливайки. Что мы видим? На территории города, да, есть такие кафе в небольшой площади, в которых торгуют алкоголем, разливают его. После неоднократных встреч с жителями мы начали с этой проблемы бороться. Пока результата нет. Днем у кафе-кружка вид вовсе не криминальный, хотя чистым его тоже не назовешь. Местное население, скопление любителей подвыпить не радует. Кто пьет? Алкаши, они же шумят. Шумят. Грязь не разводят? Грязь не. Мы не видим грязь. Кто-то асфальт. Везде асфальт. Здесь и детсад. Тут от нее алкаши сидят, и вечером и тнем. До школы здесь метров 200. Норматив укладывается. До детского сада немного больше. Согласно постановлению администрации города Чебоксара 27 августа 2013 года, расстояние от входа для посетителей на обособленную территорию здания, в котором могут быть расположены детские, образовательные или медицинские организации, объекты спорта, оптовые и розничные рынки, вокзалы и аэропорты, места массового скопления граждан, места нахождения источников повышенной опасности и объекты военного назначения. До входа для посетителей в стационарный торговый объект, в котором продают алкоголь, должно составлять не менее 20 метров. Если территория учреждения не обособлена, не менее 70. Столичные чиновники с представителями народного контроля регулярно выходят в рейды по кафе, на которые часто поступают жалобы. Обычно уже у парадного входа открывается неприятная картина. На полу горы мусора и окурки, стены исписаны фразами, которые в эфире произносить не принято. Местные жители давно жалуются на работу этой точки. Частые драки, громкая музыка и невыносимая вонь в коридоре. Все это люди терпят уже не первый год. Постоянные клиенты не стесняются ни проверяющих, ни журналистов. Даже во время съемки они продолжают распивать алкоголь. Нормальные люди, естественно, возмущаются. А для алкоголиков это просто удобно. Вышел из подъезда, зашел в ночное заведение, где можешь выпить. Руководителей кафе решают строго наказать. Депутаты будут требовать приостановить его работу. Но в Новоюжном районе столицы действует множество подобных точек. Яркие вывески далеко не всегда говорят о том, что внутри клиентов обслужат по высшему разряду. Во время рейда вопросы у проверяющих возникли и к качеству блюд. Нарушение санитарных правил. Сохранение всех выпечки, они на сегодняшний день, правила здесь не соблюдаются. Это значит, мы в обязательном порядке доведем эту информацию до распотребнадзора. Они уже по своей линии проверят и меры примут. Правила зачастую нарушают и бармены. Реализовывать алкоголь в закрытых бутылках запрещено. Распивать его посетители могут только в кафе. Но такой культуры придерживаются далеко не все. В итоге от этого страдают жильцы домов, где располагаются питейные заведения. Если же у нас магазины продовольственные выполняют закон, после 11 они строго не продают даже пиво. Значит, любой человек может прийти в кафе купить и все, что хочешь делать ночью, так не положено. Поэтому сейчас внесли изменения, что надо все алкогольные изделия употреблять на месте. То есть открывают пиво, человек садится, пьет и уходят. А зачастую бывает совсем наоборот. Люди набирают здесь как в магазине, уносят, либо на улице распивают, либо где-то в подъездах. Руководители кафе в администрации города призывают думать не только о заработке, но и о последствиях такого бизнеса. Столичные власти даже готовы предложить Министерству экономического развития составить черный список злачных мест и лишить их права продавать алкоголь. Должны быть закуски, должен быть хороший алкоголь во всяком случае. И если нет такого порядка здесь, это не бизнес, это просто спаивание наших людей. Тем, кто нарушает покой горожан, в столичной администрации не обещают спокойной жизни. Народный контроль продолжит проверять работу кафе, на которое часто поступают жалобы. Сегодня мы вышли в суд по закрытию кафе, значит два кафе, по-моему в Дубае одно называется, в Новоюжном районе, и у Петровича в Северо-Западном, совместно с Роспотребнадзором. Сейчас обкатаем практику, попытаемся их закрыть, если это получится, будем распространять на следующем. В целом мы с пониманием относимся к жителям, но не хватает полномочий для того, чтобы это закрыть. Основания недовольствия у жителей не хватает для того, чтобы закрыть эту развивательку. По старой системе квартира отапливалась только в холодное время года, но плата распределялась на все 12 месяцев. В январе делался перерасчет, если оказывалось, что жители переплачивали, деньги им возвращались. Если горячей воды использовалось больше плана, то приходилось доплачивать за услуги. В 2014 году мы платим за тепло по факту потребления, по двухкомпонентному тарифу, то есть за количество холодной воды плюс за тепловую энергию, которая необходима для ее нагрева до горячего состояния, от 60 до 75 градусов. А значит сумму, которую мы раньше выплачивали весь год, теперь погашаем в несколько месяцев. Декабрь был теплый, январь был холодный, все вы это знаете. Много дней была температура меньше 20 градусов. Буквально до выхода сюда проговаривали этот вопрос, средняя температура за январь минус 12 градусов, за декабрь минус 2 градуса. Понятно, что чем холоднее, тем больше надо платить, больше тепла потребляем. Здесь, опять же, нужно обратить внимание на работу управляющей компании. Некоторые из них делают перетопы, не следят за подачей тепла. У многих из вас, многие из вас в итоге открывают форточки, и значит ваши деньги на ветер. Поэтому здесь нужно работать с управляющей компанией, чтобы она более эффективно отрабатывала. И, как один из инструментов, это установка терморегулятора, который в автоматическом режиме регулирует подачу тепла. У нас около 2,5 тысяч квартирных домов на территории города. Около 400 из них имеют сегодня эту систему. Дом по стоимости, вложенная стоимость, окупается за 2-3 года. Согреть квартиру помогут энергосберегающие меры. Своевременная изоляция, утепление окон, установка узлов всепогодного регулирования. Кроме того, нужно тщательно проводить промывку труб перед отопительным сезоном. Бывает, дом потребляет огромное количество тепла, но жители все равно мерзнут. Скорее всего, батарея засорена, и тепло уходит не на нагрев квартиры, а на преодоление температурного сопротивления стенки. Обоснование строительства нового дома в том, что уменьшилась общая площадь квартирная. Ну хорошо, она уменьшилась. У нас просто два предложения к вам оставить в нашем дворе в садик, который был на момент покупки, потому что два критерия основные влияли на покупку именно там. Это наличие садика и отсутствие высокоэтажных каких-то застроек в дворе. Рядом строится двор, то есть только начинает строиться двор, да, который по размеру больше. Почему бы не построить новый дом там? Согласно закону животные не должны быть убиваться, должны быть определены страницы передержки. В прошлом году была год закупка на отлов и, так сказать, трехдневную передержку. Выигрывало, конечно, спецавтохозяйство. Сумма контракта – миллион двести. По существу спецавтохозяйство просто убивает собак. Ваша точка зрения. Будет ли проведен транспорт до художественного музея с центра города? То есть с проспекта Ленина сложно проехать и добраться до художественного музея. Давайте о детях подумаем. Самая ближайшая к центру школа обычная – десятая Локреевский лес. Первая школа. Семь лет отапливаем, не реконструируем, не ремонтируем. Ну, давайте мы решим вопрос и сделаем в центре города школу. Их было три. Проект «Открытый город» создан для того, чтобы жители не оставались один на один со своими проблемами. Ответы на эти вопросы мы продолжим искать в нашей программе. Такие встречи проходят несколько раз в месяц в каждом районе столицы Чувашии. Приглашаем вас принять в них участие, а мы обязательно расскажем об этом в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok